Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет новое видео, довольно-таки интересное и важное, поэтому посмотрите его от начала и до конца. Если что, название видео это не клебет, это правдивая информация, которую я вам, конечно же, покажу. Но перед этим хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод, пишите вместе с капсом Кирилл Гейм, на пятом уровне получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Amazin Holy Play. Также, пацаны, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там всегда выходит самая свежая информация, фоточки, видосики, сторисы, поэтому ссылочка на инстаграм будет в описании, всем советую подписаться. Итак, пацаны, какая суть сегодняшнего видео? А суть в том, что Amazin решил урезать слоты, точнее не решил, а уже урезал слоты на некоторых серверах, а именно на четвертом, на пятом, на шестом и на седьмом серваке. Как это можно посмотреть? С помощью лаунчера вы это не сможете увидеть, потому что в лаунчере это не отображается. Но если вы зайдете в мультиплеер и ведете все сервера Amazin, там, в принципе, вам все покажет. Пикеншот вы видите сейчас у себя на экране, то, что действительно слоты урезали. Я не знаю, как бы, хорошо это или плохо, но постараюсь высказать свое мнение. Как бы, я не призывал вас так же думать, как я, просто решил записать видео такое разговорное, где выскажу свое мнение, что я об этом думаю. Я думаю, вам это будет интересно, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я узнал об этом буквально недавно, точнее даже вчера. Да, вчера я узнал об этом, то, что слоты урезали. И был немножко даже в шоке, потому что я такого не ожидал. Все мы понимаем, что это сделано для того, чтобы меньше платить деньги за хостинг. Потому что, ну, зачем платить больше, если онлайн не набирается 500. На седьмом, на шестом, на пятом, на четвертом сервере онлайн 500. Я не помню даже, когда последний раз был. Или был он вообще там. Ну, скорее всего, был там когда-то 500 онлайн, но это было, скорее всего, либо при открытии, либо еще когда-то. Я точно не знаю. В итоге я увижу то, что на четвертом сделали сначала 250 слотов. Потом, когда сервер был забит, час. Сделали 300 слотов. Как бы, ну, это немножко было глупо выглядело. Потому что, типа, вы сделали все 50, в итоге сервер забился, вы сделали 300. Как бы, я бы лучше, знаете, как сделал. Хотя бы оставил бы там по 300 слотов на сей сервера, потому что, ну, мало ли, вдруг забьется сервер, реально. Вдруг вы выпустите какую-то обнову, либо какие-то подарки, что сервер забьется, и люди не смогут просто-напросто зайти и поиграть. Я думаю, люди, которые играли на четвертом сервере, они были в шоке, потому что они заходят через лаунчер и видят 500 слотов. Но, они заходят на сервер, им пишут, что сервер забит. Типа, блин. Что будет, пацаны, вообще дальше? Что они будут дальше делать? Скорее всего, когда выйдет глобальное обновление, слоты нужно будет обратно повышать. Но, видимо, они просто решили затянуть пояса заранее, типа, чтобы сэкономить на этом и заказать, возможно, какую-то рекламу, либо заплатить там за работу разработчику, либо мододелу, там, модпакеру и так далее. Возможно, в этом вся суть, я не знаю. Но, в любом случае, это сделано для того, чтобы меньше платить денег. Потому что, зачем платить больше, когда в этом нужды нету, как бы. Я думаю, вы все это прекрасно понимаете. Да, я уверен в том, что на седьмом, на шестом, на пятом онлайн не будет 500. Но, насчет четвертого я бы еще подумал, потому что на четвертом онлайн еще более-менее нормальный. Он добывает по 300, по 350. И я считаю, что на четвертом можно было слоты вообще не трогать. Нужно было просто на шестом слоты порезать на седьмом и на пятом. Лично, я думаю, если они порезают слоты, значит, они на эти сервера не будут заказывать пиар, типа, крупных ютуберов. Но, видимо, только заказать рекламу будут на второй, там, на третий, на четвертый сервак. А пятый, шестой, седьмой будут курить в сторонке. Скорее всего, так оно и будет, потому что ютуберов на седьмом серваке я, честно, вообще не встречал именно. Которые там как-то снимают, либо еще что-то делают, там, стримят. Крупных именно ютуберов я не встречал, там, на седьмом серваке точно. Насчет шестого, пятого, не знаю. На четвертом точно есть ютуберы. Там, Разор есть, снимают, еще кто-то снимает, в принципе. На втором тоже есть ютуберы. На третьем есть ютуберы. На первом тоже есть ютуберы. Хотя на первом ютуберы, по сути, даже не нужны, потому что на первом онлайн довольно-таки хороший. Мне кажется, самое страшное будет, это то, что если закрою, там, седьмой, шестой, пятый сервак, это будет реально очень плохо для тех, кто играет именно на этих серверах. Конечно, допустим, там, вы играете на первом, на втором, на третьем, на четвертом, типа, ну, вам абсолютно пофиг. Но, пацаны, вот нужно ставить себя на место других людей. Как бы, вот представьте, если бы вы играли на седьмом серваке, и закрыли бы просто сервак, и вам перенесли аккаунт бы, там, на третий, либо на четвертый сервак. Вам было бы приятно, я думаю, не очень. Поэтому, я надеюсь на то, что, все-таки, они просто порезали высоты, и больше ничего делать не будут. Потому что, если они начнут закрывать сервера, то это уже очень плохо. Это реально очень плохо. Это означает то, что массивных сдается, и они уже не уверены в том, что вернут былой онлайн, и былую славу, так сказать. Поэтому, пацаны, надеемся, что GO выйдет. Не будем торопиться, реально, не будем торопиться с GO. Пусть мы будем ждать его даже до следующего года. Пусть GO просто выйдет очень качественно, без багов, с хорошими системами, и тогда, чтобы мы просто спокойно играли, без забот. Не боялись, что какие-то баги будут, просто зашли и начали комфортно играть. Поэтому, пацаны, наберитесь терпения, просто наберитесь максимально терпения, играйте, фармите деньги, там, не хотите играть, играйте какие-то другие игры, возможно, даже не в КРМП, просто отвлекитесь. Я знаю, что сейчас на Мазинге очень скучно играть, ну, прям очень скучно, кроме фарма денег, больше нечем заняться. Но это, к сожалению, правда. Кроме, как и сейчас скилл, фармить деньги, больше нечем заняться на Мазинге. Но я надеюсь, что GO выйдет, не важно, когда оно выйдет, надеюсь, оно выйдет хотя бы в этом году, либо в следующем. Главное, чтобы оно вышло. Единственная надежда Мазинга, это хорошее, качественное, без багов, глобальное обновление. Поэтому, пацаны, просто набираемся терпения, фармим бабки и ждем просто глобальное обновление. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот такое вот было разговорное видео, а вы пишите свое мнение насчет этого всего в комментариях. Все, всем пока-пока.